Ребят, всем привет! Меня зовут Наталья Рюмина, ты у меня на канале, где я делюсь всякими разными секретами, своими экспериментами по заливке смолой, по рисованию маслом, по рисованию акрилом, алкогольными чернинами, всем чем можно, знаете, утолить душу и примкнуть к искусству. Итак, у меня молды, вот есть силиконовый молд от компании ResinArt и силиконовый молд, который я купила на AliExpress. Честно скажу, он выдержал уже, знаешь, прошел все, что угодно, все заливки мои, какие только можно и отлично себя чувствует. По граммовке, по тому, сколько я количество пигмента добавила в смолу, как разделила, все технично расписала, в конце видео приложила файлик, так что посмотрите, все там будет понятно. Теперь, эта заливка основывается на технике грязный стакан. Что такое грязный стакан? Грязный стакан, эта техника пошла у нас от флюидарта. Там замешиваются цвета в специальной пропорции, у меня уроки есть такие, и заливаются в одну емкость, по очереди, послойно заливаются цвета. И эта заливка называется грязный стакан. Вот срез камня, прожилки среза камня, представьте, разрезанный срез камня, разрезанный камень, он с прожилками, да, вот как раз идеально тонкие вот эти прожилки делает техника грязный стакан. Но, есть момент, ее нужно делать либо средней смолой, которая уже набралась вязкости, либо смолой густой, это вообще в идеале. Если у вас средняя смола, то живой смолой мы не работаем в технике грязный стакан, потому что у вас будет грязь и муть. С самого начала разбираем. Первое, техника безопасности, защищаем руки, защищаем дыхательные пути. Это очень важно. Смола выделяет ядовитое испарение во время полимеризации. Потом это кусок пластика, но вначале она выделяет запах. Если вы его чувствуете, он будет для вас токсичен и аллергенен, и разные негативные последствия могут быть. Поэтому дыхательный пусть и респиратором обязательно защищайте. Если интересно какой, пишите мне, я все расскажу. Потом обязательно нужно сделать ровный уровень, на чем вы будете заливать. Если чуть-чуть искривление, вся заливка ваша испортится. Дальше, влажность, сухость в помещении. Смола ненавидит влажность, она ненавидит холод. У вас появится аминная пленка. Что такое аминная пленка? Это знаете, как тоненький-тоненький лед, который появляется на воде в осень или в зиму. Вот так же эта пленка не будет давать вам сойтись эффекту. Поэтому влажность контролируем. Лучше за день или за два, если вы купили смолу, подержать ее в тепле или под горячей водой 10 минут, естественно в закрытых канистрах, чтобы смола, компонент А и компонент Б размягчились, стали послушнее и чтобы не образовалась аминная пленка. Теперь видите, я делаю замес грязный стакан. То есть по очереди вливаю все те цвета, которые у меня есть. Я разделила смолу на две емкости. Одна у меня в заливке грязный стакан, а одна прозрачная, потому что набор костер и блюда у меня будут состоять в половинчатой заливке. То есть одна часть будет залита прозрачной с поталью, а вторая часть в технике грязный стакан как срез камня. Этот набор я делаю в подарок своему клиенту, который заказал у меня большой пазл на стену. В конце видео вы увидите. Если не видели, у меня пошагово как этот пазл делается внизу в видео. Пролистните вниз, посмотрите. Там такая же техника грязный стакан, только я делаю панно из него, не заливку блюда. Но как набор в подарок, по-моему, это идеально. Теперь берем две мои емкости. Беру две мои емкости с грязным стаканом и прозрачную. И проливаю прозрачную смолу во все свои молдики. По расходу, еще раз повторюсь, все, всю калькуляцию, все, все пигментирование у меня в конце видео. Когда я работаю смолой резин про, я ее замешала и дала подождать минут 8, где-то 10. Плюс, пока я замешивала, то есть в общей сложности где-то минут 15 заняла у меня смола в свободном состоянии. То есть, если у вас смола недостаточная средняя, знаете, потому что у каждого производителя разные смолы, хоть и они разделяются средняя, жидкая и густая, но у некоторых производителей, например, густая, ну, например, вот в резинарте оптимал густая, она как чуть-чуть гуще, чем средняя. В резин про густая, делюкс, это, наверное, самая густая, которую в жизни я пробовала. И вот она самая идеальная подходит для заливки срезов камня и цветов. Там не нужно ждать. Это вот для новичков, знаете, прям супер, супер классно и комфортно, потому что не все новички понимают, как ждать, сколько ждать и нужно ли вообще ждать. И когда я рассказываю ученикам, что нужно ждать, чтобы смола набралась вязкости, для них это удивление и шок, как такое может быть и столько заливок испортило. Ребят, срез камня мы ждем, цветы мы ждем, заливки сервировочные некоторые тоже ждем. Нужно давать смоле подождать, море обязательно ждем. Я уже опережаю. Меня, кстати, ученики попросили записать пошагово море со скалами, так что скоро будет урок по морю, который я запишу и еще более подробно расскажу. Итак, смотрите, разделила молдики на половинчатую заливку. В первую половинку добавила поталь, прям рвала. Когда мы поталь наносим в молд, аккуратно не царапайте молд. Аккуратно, лучше, если вы вот не чувствуете, лучше отдельно в стакане порвать и залить, потому что если вы будете царапать молд, молд поцарапается и так останется с тарапинками и это будет с обратной стороны видно. И теперь по очереди, видите, выливаю сначала заливку грязный стакан, потом добавляю прозрачный, чтобы именно заливка не забежала на прозрачную сторону, чтобы хотя бы, ну не половинчатых в равных долях, но сохранила это разделение прозрачное и срез камня. Можно заливать, вы видите, абсолютно разное количество цветов. Но я не использую больше трех, потому что потом получается грязь. Но это на вкус, на любителя. И почему нужно ждать, чтобы вот эти все прожилки не сомкнулись, знаете, не соединились и не получилась грязь у вас. Поэтому в этой технике срез камня нужно обязательно ждать. И если вы хотите, чтобы какой-то цвет преобладал больше, то заливая по очереди в грязный стакан, да, в стакан, в емкость в отдельную, проливайте этого цвета больше. Я, естественно, хотела, чтобы у меня белого было больше, поэтому я проливала больше белого и замешала больше белого. Чуть меньше у меня было всплывающего золота и в равных долях золото всплывающее и коричневый. Тут очень еще важно по количеству пигмента. Пигмент не должен быть у вас витражный, у вас должен быть плотный пигмент. Срез камня, он не получится, если у вас будут не плотные, не укрывистые цвета. Что такое плотный и укрывистый цвет? Вот представьте цвет белый, через который вы не видите ничего. То есть плотное, я не знаю, пластиковое белое полотно, да. Вот вы его берете и через него вы не видите ничего. Вот это плотный цвет. Если вы берете эту пластиковую пластину и видите через него что-то и силуэты дальше, это уже витражный цвет. Я в каждом уроке объясняю, что должен быть плотный цвет и должен быть витражный. И в каждой заливке по-разному рассказываю ученикам. Некоторые не понимают, что такое плотный витраж. Вот я вам объяснила, надеюсь вы поняли. Вот в срезе камня цвета должны быть все насыщенно плотные. Если у вас цвет, сам пигмент не насыщенный, добавляйте его больше или купите другой плотный пигмент. В Resin Pro и Resin Art очень плотные белые пигменты. По количеству, сколько их добавила, описала в конце видео, посмотрите. Теперь самое-самое веселое и долгожданное для мастера, это демолдинг. Идеально просто получилась заливка под срез камня, тот, который я залила. В конце видео вы тоже увидите результат, как получилось. Теперь в такой заливке очень круто можно, в принципе, и оставить так, как хрустальный край. Но торец я хочу показать вам, как я делаю с аэрозольной краской без жидкой потали. Аэрозольную краску, которую я купила в автомобильном магазине. В принципе, подойдет любая. Есть очень крутая краска Gold. Я о ней в предыдущем видео рассказывала. Есть ниже в YouTube у меня, ниже видео, где я делаю вот эту заливку и тоже рассказываю, показываю краску Gold. Она, наверное, самая золотая, которая только... Сейчас я добавляю всплывающее золото. Есть всплывающее золото, есть всплывающее серебро, есть всплывающая медь. То есть вы цвет можете сами контролировать, какой хотите делать. Замешиваю в стаканчике в отдельном, куда набрызгала. И, не знаю, в силу своего опыта и дружбы с жидкой поталью, пока это самое золотое золото, которое я получала. Вот посмотрите, как оно блестит. Посмотрите. Ну, то есть тут даже нет цвета какой-то желтизны или... Ну, он идеально средний, как вот должно быть золото. Мне кажется, когда я наносила... Камера, к сожалению, не передает. Но когда я наносила, такое ощущение, как будто я, знаете, расплавила золотой кусочек слитка и нанесла его на торцы. Опережаю скептиков, оно не стирается. Когда перекрываешь финишным слоем, всплывающее золото не всплывает. Почему? Потому что аэризонная краска, она же испаряется и застывает. Вы когда этим аэризонным баллончиком нарисуете на стене или, я не знаю, на каком-то предмете, вы ее не сотрете, ничем. Но только если только с самого начала, спиртовой салфеткой. А так, когда она застынет, краска полноценно высыхает и цвет не стирается. Недаром эту краску в автомобильном покрашивании используют, простите за масло масляное. Поэтому не переживайте, наносите узоры, рисуйте прожилки, потом перекрыть финишным слоем. Можно перекрыть лаком тем же автомобильным, можно перекрыть финишным слоем эпоксидной смолой. Если будете перекрывать смолой финиш, берите среднюю или густую, потому что жидкая она очень царапается. Я жидкой перекрываю только часы. То, что висеть будет на стене и то, что не будет использоваться механически, не будет тереться или как-то царапаться. Потому что, если костер перекрывать жидкой смолой, она очень нежная, она даст, конечно, вам классный блеск, но она очень нежная, очень хрупкая и костеры будут царапаться просто с неимоверной силой. Самое устойчивое к царапинам это густая смола, но на большие поверхности я густую не пользуюсь, так как она плохо отдает пузыри в силу своей плотности. Я делаю ювелирные всякие маленькие заливочки, именно густой финиш, а чаще всего я делаю средней смолой. Я ее прогреваю, даю постоять, чтобы пузыри вышли тоже живой, не покрываю. Как делать финишное покрытие, у меня очень много уроков также на ютубе, спустись ниже, посмотри, все специально снимаю, без всяких хитростей, как есть. Еще у меня есть уроки на бусти и на патреоне, это две разные платформы, одна для учеников, которые из России, а вторая для учеников, которым недоступно русское образование, там уроки на русском и на английском. Там больше о технике, там больше о способах заливки, о разных техниках заливки цветов, заливки шелка, заливки сервировочной, которой мы делаем посуду. Вот сегодня я вам хотела показать, как легко и круто можно сделать сервировочный набор в технике грязный стакан под срез камня. И еще раз обращаю ваше внимание на эту поталь, она просто сумасшедшая. И кстати, срез камня, который я сделала для клиента, я прорисовки и прожилки делала именно вот таким способом, аэрозольной краской и с плывающим золотом. Получилось просто сумасшедшим образом и плюс еще такого способа, его не нужно перекрывать финишным слоем. То есть, если вы рисуете на картине, поталью нужно перекрыть, закрепить, потому что она сотрется. Поталь очень тоже нежная и костеры тоже, если торцы перекрыть, не перекрывая финишным слоем, торцы сотрутся. В этом случае нет, она будет держаться долго, будет держаться хорошо, потому что аэрозольная краска в принципе впитывается и цепляется очень классно. Но в принципе, тадам! Посмотрите, какой клевый наборчик. И еще раз обращаю ваше внимание, вот этот набор с подставочкой под костеры я купила на алиэкспресс, и он живет очень долго, он испытал уже много заливок, и он кайфово смотрится. А вот этот срез камня, который, вот основа, это тот срез камня панно, которое уехало уже в Нижний Новгород. Цветящееся панно на стену размером 2400 на 2100. Срез камня пазл, он состоит из пяти частей. Видео, как я уже говорила, есть у меня ниже, пролистай в ленте. Надеюсь, тебе все понятно. Если нет, пиши, спрашивай, с удовольствием все отвечу, и вот сколько грамм, что я использовала. Отличного тебе дня!